выезжая из деревни посмотрел на градусник на градуснике уже ноль градусов все я на городской пасеке сейчас на я просмотреть вот эти вот семьи которые я не собирал что у меня да как проблемных посмотреть ну если сможем чем-то поможем туда и канди уже проблемным накладывал первое семейство малышка осталось я смотрю что у них меда нет почему их не включил все было хорошо ступа пчелы было все осыпалось что значит спасти не знаю практически невозможно по максимуму оттеплять следующее там кусочек пчелы сидел какой-то часть какая-то на клуб есть конечно здесь бы сократить все сейчас будем смотреть вот так вот плохо когда сам не собирал пчел вот приходится что-то думать следующее семейство практически погибло опять-таки я говорю по кормам все по кормам из-за кормов сейчас сократить и дать им канди вот пожалуйста в общем забыл штатив что говорить все здесь очень даже плохо в общем по центру пчелы мед съели ну так смотришь вроде мед везде и ну и в центре то есть а он сверху только в центре был не собираешь не знаешь когда по краям вот такие хорошие рамочки вот пожалуйста медовые ну до них они дошли вот на центре сидят голодные кому покидал канди надо еще купить канди то есть не хватило и спасать здесь все здесь рамочка одна осталась пчелы подсадил сюда вот самый нормальный тот и тот клубик сидит еще нормально все пока нормально а здесь все отвратительного пожалуйста чтобы это буду продолжать завтра снимать сегодня уже времени нет завтра приеду здесь откормить хорошо конечно если они перезимуют вот что значит зимой когда пчел берешь не знаешь не собирал гнездо ничего тут не сокращенные гнезда поэтому тоже пчелы сели там где сели и не всегда там где мед в общем завтра посмотрим основную городскую пасеку что там да как получилось переехать только через день ну такие вот рамочки хорошие поутягивал но центр был пуст вот такие вот дела поэтому посыпалась чего посыпалась пчела по полной и здесь вот рамку заметил что возможно поздно пытались матку вывести может без матки какая-то семья ну вот рамочки то ничего хорошие на весну принципе тут есть что выбрать добрался таки до городской пасеки но сейчас по порядочку пройдем проверим проходит зимовка сегодня минус 2 мы днем минус 1 вот такая погодка все спокойно сейчас посмотрим в городе конечно чего держать сложнее кормовая база очень рано заканчивается пошевелил все сидят корма есть есть куда идти ну как тут краевами сели вот на траве и рамки следующий вот такая вентиляция небольшой конденсат сидит вообще уже мокренько почему-то наверное забился в тупку хорошим достаточно сейчас проверим у кого запускает видимо клеток забился пчелой бимастер посмотрим при мастере как поднимают с верху все что-то он вижу какая-то кашка есть здесь можно подкинуть макка что сеять начала плохо на такое чувство что тепло прощупается нет здесь замечательно выпущу внизу сидит еще из-за переднего лет к чему-то идти в общем здесь все хорошо ну такое мини тепло есть конечно на том же пчелы как бы живые существа сидят там не заморожены супа хорошо все здесь куб сидит отлично старые улей смотрим старый берем все нормально чего-то сидят это рамка даже лишние судя по пчеле даже как-то обвалились там пчелы маленький колбец надо его утеплить форму достаточно муле лысой здесь у меня зимует бакфаст вот он свет такой вентиляции решили попробовать сейчас попробуем заглянуть что творится под этой вентиляции вот клуб сидит отлично возле передней стенки пчелы здесь было тьма хорошо села зимой спокойненько бакфаст бененхаус здесь беспокойная пчела была и закупки когда сыпалась вот в краю они сидели благодаря здесь вентиляции все хорошо здесь здесь тоже бакфаст сидит у меня это я на музыку ходил и пошла движуха тоже возле передней стенки походил матка здесь уже третий год и здесь сводный отводок от облётов замечательно сидит несмотря на то что ему жидкую подкормку давал для обоснуться ну и пинете не обосрались все съели сидят нормально мед вижу есть есть куда идти шестирамочный лысо не посмотрим как он занимает сидели они на пяти рамках здесь вот такую вентиляции им задние сделал сейчас заглянем просто если клуб позапередней сидит заглянем сзади что происходит вон клуб вижу небольшие испорожнения почему-то что-то или кажется мире кормом мало это обгадились немножко надо на крышку это убирать и посмотреть что там в общем положил канди там ну все принципе здесь тоже бакфаст зимует ну вот чтоб все это зимовали все хорошо здесь следующий бакфаст здесь что добавились здесь очень хорошо зиму пошла хорошо идет видно чего-то внизу еще вспомнил я кусочек такой клубочек маленький сидел вот он и отошел мед есть пчелы внизу все хорошо здесь вот с края клубочек какой-то сел один на основного клуба и получилось что погиб попкакался здесь у меня карминка здесь сводный отводочек на пяти рамках сидит тихонько вот есть пару какашек какая-то пчелка не выдержала так хорошо здесь где-то здесь спокойно легкое утепление из-за того что их не так много как мешка видно накинул зимует следующее семейство хорошо тут сидит в 1 рамку может лишний то вроде там тоже пчела будет все рамки заняты клуб спереди все хорошо сухо так в этом ульет мы же была кинула траву поставил решетку но она или не ушла а траву не стала есть какая-то мудрена мудрена мы что ли спокойно все таки ушла но здесь что-то это не было странно кормов на рамке следующее семейство то что-то трава мышку мы объяснила здесь все хорошо сидят корма есть есть все хорошо это семейство утеплял наверно просила не просто просила молчу посмотрим что с рекордсментой все хорошо спереди сетку в общем все семьи которые мы собирали с лагерем нормально все отлично сидят спокойно зимуют а те конечно жалко там сыпется пчела потому как нам по центру я говорю меда не было сильные 7 7 и которые могут чуть это не уже тепленькие видимо собираются жмотка сеют на пчелы много и вот они думают уже начать наверно свой жизненный цикл здесь еще такой спонят на предыдущем там уже тепленькая он пожалуйста конец января следующее достаточно тоже рекордсменковая это получилось что они рядом стояли заразились друг от друга наверное рекордами все нормально лежак поздний отводок думаю из него сделать как бы поделить его на два и старых развалюшный улей крыша от него уже отводок что-то здесь не ладно здесь что-то покормят пустая рамка почему-то сейчас посмотрим подкормим дадим спокойно вот из этого лежака думаю выделить его пополам две семи свободно могут зимовать полноценные семьи две не буду никаких камни класть вот такую рамочку сверху лажу сказать зимует положил вам рамку получил от голодной пчелы втык вот как тут не осматривать зимой семьи сто процентов конечно уверенным очень тяжело быть поэтому хоть и завитка на и поглядывать значит здесь в этом липу конденсат есть такое чувствуется что пчелка здесь лежит прямо без выхода пожалуйста и там лишняя влага собирается что хочется сказать о об осмотре зимой пчел ну и говорят там естественно отбор все кто отберется это лучшие самые сильные понятно что дело природе вообще никто им не лезет они как-то существуют пчелы сами по себе но природе у них опять-таки мед никто не забирает и там как-то они сами получается с этим клещом борется у нас получается от клеща их спаси сейчас вот литки прочистить и открой то есть вентиляцию даем хорошую чтобы зимовка проходила хорошо ну закармливаем понимаем что у них воруем им даем взамен сахарный сироп там иногда мед сами заносит то есть я вообще корпуса не трогаю корпуса остаются им вот как принесли там и закармливаем добавок значит литки сейчас по весне как пчел начнут облетаться литки надо по максимуму сокращать потому как начнется воровство ну и вот из всего этого вытекающие вот там расширение и так далее там подобное получается мое мнение что вот в пчеловодстве которые там и не портевое нас пчеловодство там не диких пчел мы разу ну не диких пчел там обворовываем мед у них забираем а своих получается и мы заинтересованы том чтобы эти единицы не умирали то есть возможными способами смотрим вот я смотрю кого-то на подкормить то вот погибнут не доживут зачем мне в принципе да то то естественный отбор не лучше пускай это единица выживет матка хорошая допустим потом разбить его что выжила и еще будут отводки еще будет семьи вот поэтому мое мнение что зимой все-таки надо посматривать пчел вот конечно если пасека там 5000 семей да конечно какие там посмотри зимой ты будешь всю зиму смотреть их в принципе все всем всего доброго хорошей зимовки пока